Во-первых, мы очень серьезные соперники, потому что считаем пензу одной из играющих команд в лиге, то есть футбол. Не бейбеги, а смыслный футбол. Это первое было. Второе, понятно, что команда раздражена, рядом поражений. Достойные они были, недостойные я не знаю, но по игре, может быть, ничего не лежало. Поэтому понимали, с кем настроен будет команда на игру. Поэтому, в принципе, установка была, естественно, такой, чтобы не дать что-то в команде соперника. Инициативу сразу и высоким прессингом мы, в смысле, в первом тайме очень хорошо сыграли. Хотя инициатива вроде бы переходила в друг в руки. Я думаю, что мы сыграли очень сильно и забили два мяча. Второй тайм, конечно, на ряд предыдущих игроков, казалось, они практически без замен. Играет в какой-то степени усталость. И «Зенит» изменил игру. Мы по привычке вверху. Значит, их атаковали. Мы просто стали играть длинными. И, так сказать, за несколько таких тревожных минут, в том числе и стандарты были. В целом, я доволен, прежде всего, отдачей игроков. Вот. Они очень хотели этот матч выиграть, поэтому я, думаю, доволен игрой и результатом. Как-то начинали не очень ни шатко, ни валко. Первые игры, как-то, провели не очень. В чем причин? Потому что команда такая мощная, 16 человек, в премьер-мии. Достаточно хороший состав. А начинали, как-то не очень. Ну, гуя или что? Ну, давайте я вот так соберу Роналду, Мэсси и всех остальных. А мы это опасно. Подъезжали еще и люди, чемпионат начался. Как можно победить одну нитью за две недели? Это невозможно. Это экстремальные сроки, в которых, в общем-то, появилось свое лицо. Это вот только буквально последние несколько матчей. Отсюда и пробуксовки были, естественно. Аня друг другу по имени, мало кто знал. Понятно. Ну, кстати, наскрыли ли вы серьезные там сейчас? Не знаю. Наверное, доктор будет, наверное, это решить. Ну, приводясь ему что-то с ней. Надеемся, что это просто спазм, а там дальше в докторах берутся. Антибито выпустили в полтору дальнюю плечи. Все-таки трех такой мастит. Вы приближали социальные? Да нет. У нее дважды к ряду была травма на заднем поверхности бедра. К счастью, что он ее быстро залечил. Мы просто его щадили. И на очень, я бы сказал, пенсия очень тяжелая. И играющим командам есть не сладко. Мяч медленный, вязкое. Поэтому мы просто не стали рисковать. Выпускать мяча. Если команда играет, то она играла. Она показалась. Я что-то активен. Я же говорил о том, что это тяжелее. Если это диагноз будет хороший, то не понятно. Вы показали уровня. Нужно особо доведение. Спасибо. Что-то я сегодня активен слишком. Давайте, да, и другие вопросы дадут. Сейчас надо говорить вообще не об этой игре. Сейчас в такой тяжелой полосе мы находимся. Связана она отчасти объективной и субъективной причиной. После пятого тура, когда сыграли со Спартаком на выезде нас, все основные игроки трапы получили. Выпали и Калашников по разным причинам, и Кабанов выпали по разным причинам. И плюс некоторые позиции мы хотели еще усилить. И в связи с этим мы получили отрицательный такой эффект, когда то, что мы имели, и то развалили. Есть разные причины. И плюс те игроки, на которых мы позиции рассчитывали, они не совсем оправдывали наше доверие. Ошибка еще в этом была. И вот с ФА и трудом всех этих причин мы, конечно, утратили и игру, и главное, утратили сейчас уверенность. Сейчас у нас, по сути, на ходу мы меняем колеса, что говорится, хотя этого делать нельзя, конечно, ни по каким законам, но другого пути, наверное, сейчас нет. И надо время, чтобы вот эти новые люди, которые сейчас по ходу влились, особенно в центральной зоне, это и Готлеров, и Сурнев, почувствовали себя командой опять заново. Я уверен, что все равно мы из этой полосы выйдем. И рано или поздно вернемся, и вернем свою игру, и победу вернем. Только надо время. Ну, а все сегодняшняя игра, конечно, пакет. Я думаю, команда номер один во всем параметрам, и по игре, и по бюджету, и по футболистам, и по уверенности. Поэтому тяжело было с ними играть на равных, в таком состоянии, в котором мы сегодня находимся. Плюс второй гол, конечно, сами себе привезли, можно сказать. Могло по-другому сложиться. Я бы не сказал, чтобы было тотальное преимущество, но все равно сегодня, конечно, пакет. Особенно в первом танке смотрелся посильнее, по-мощнее, по-увереннее. Пожалуй, второй танк был более рад. Конечно, счет может и не отражает, но всегда. Да. Есть. Мне кажется, что в этой команде такое психологическое влияние какое-то находится. Настроение какое-то немножко, как неуверенность в себе. Уровень мыслей сказал, я не нужен супер, я не строительный, а вот как тут есть. Ну, готовность. У нас у всех футболист ноги пришли. Нам кто-то не совсем подходит под наш стиль, кто-то не совсем готов. Такие, как пришли Базов. Я как-то не без претензий Базов. Они только сейчас набирают, только сейчас. Базов первый раз играл сегодня в первом основе. Поэтому здесь все взаимосвязано. Не только, я считаю, уверенность. Именно в тех причинах, что не удалось нам готовым футболистам взять бред. Понятно. Здравствуйте. За второй вопрос, пожалуйста. Спасибо. Удачи.